В кейсах, в коробочках. Есть коробочка для машины, коробочка для отношений, коробочка для учёбы. И когда мужчина достаёт какую-то коробочку, он говорит только о том, что в этой коробочке. То есть если коробочка для машины, то только о машине. У женщины связано всё со всем. И из-за этого, вот человеческий мозг он так устроен, мы запоминаем быстро только то, к чему у нас есть эмоциональная привязка. Почему языки учатся в среде быстрее, чем когда ты сидишь за парком? Потому что есть картинка, есть эмоция, есть слово, и оно враз вклеивается. Поэтому женщины помнят всё обо всём, потому что до всего есть дело. Мужчины не помнят ничего. Мужчины не помнят, как у друга сына зовут. Я всегда у жены спрашиваю аккуратно перед тем, как зайти в дом. Я не помню, реально не помню, потому что мужской мозг он отселывает всё, чего мне нужно. Ну, или вообще всё отселывает, я не знаю. Вообще ничего не помню. А женский мозг он так устроен, и поэтому в корпоративных войнах вы сильнее. Реально сильнее. Мужчина эффективен в войне, в каких-то конкретных вещах. Конечно, есть таланты, талантливые начальники, мужчины, которые интригуют посильнее женщин. Но это очень мало. Это очень редко прям встречать. Таких слушаешь и думаешь... Я был как-то на тренинге, проводила Джанара и Чарана. У него опыт работы у Чаро-менеджера, там, не знаю, 20 сколько-то лет, или 15, или что-то как-то больше. И она когда начала объяснять, как себя в корпорациях вести, я вот клянусь, я на неё сидел, на неё смотрел, думаю, где ты была, когда я там работал? Потому что очень многие вещи я, оказывается, не понимал. А она вот просто разложила. И мне было настолько удивительно, что почему такие тренинги не проводят в корпорациях, потому что это намного облегчило людей. Есть ещё одну такую, это уже не социальная привязочка, это такая, это не привязано, нет, но это есть у всех, насколько я понимаю, это есть во всех народностях. То есть и у казахов, и у русских, и в Америке, это у всех есть. Брат-сестра, такие привязочки, брат-сын и мама, брат с братом, у меня было так с моим бродишкой. Когда я устраивался на работу и начинал зарабатывать деньги, его увольняли, он терял работу, и я его потом содержал. Потом, он же не может долго сидеть, он устраивается на работу, и я понимаю, что меня скоро уволят. И я терял здесь работу, деньги, и после этого он меня содержал. И мы так жили, наверное, ну, с лет 7-8, наверное, так прожили. Пока я не пришёл, не встретил своего учителя, я говорю, что у нас происходит, почему у нас так? И она сказала, завершите свои вот эти отношения финансовые, оборвите просто, и давайте деньги только друг другу в долг, не надо них друг друга содержать. После этого, я у него как-то недавно 5 тысяч взял, он позвонил, сказал, когда вернёшь. То есть у нас сейчас разные финансовые потоки, зарабатывает он, зарабатывает я, каждый сам за себя. Так зарабатывались больше. Поэтому вот эти связи есть, есть брат-сестра, сестра-сестрой, мама-дочь, там, то есть с другом бывает такое, да, когда ты даёшь деньги, ну, и типа, ну, и ладно. Потом тебе плохо, он тебе даёт. У вас сообщают, ну, вот, вас сливаются два потока, и вот, то есть у вас два потока сливаются в один, как у мужа с женой, и начинаются вот эти карусели. К слову о том, что кто должен в семье зарабатывать, мужчина или женщина, это вот к тому же. У вас потоки сливаются в один, у мужа с женой. И кто бы домой денег не тащил, он принесёт ровно ту сумму, которая на вас идёт. Вы можете оба зарабатывать, допустим, по 500 долларов, или, может, ты можешь сесть и сидеть дома, ухаживать за детьми, и он будет зарабатывать тысячи долларов. То есть ваш поток, он всё равно будет один. Он будет думать, что это его, ну, как бы он заработал, а то, что твой поток, он же не знает, какие психологические потоки. Ему не надо знать. Он скажет, иди сама зарабатывай. Мужика своего вообще не трошь здесь. Он пока несёт, сядь, молча сиди. Брать. Сядь, молча сиди. Сейчас даём, сейчас, смотрите. Теперь, как разорвать свои шалоны, вот эти, это как вот с дештальками, вот этими туфлями. Это с сумками у женщин связано, у мужчин связано с часами, с машинами, и вот с какими-то такими аксессуарами, дорогими. У меня жена казашка. Кто в казахах разбирается, она найманка. Я сейчас объясню. Да. Я как-то в интернете даже сделал пост, вот этот. Я нашёл в фейсбуке три степени найманской жадности или найманской отчёты. И там было написано так, что нет денег. Это первая степень. Совсем нет денег. Вторая. И третья степень придётся разменять доллары. Найманов, если потрясти, с них посыпется, ну, совсем. Я к чему это говорю, это как расширять свои горизонты, если моя супруга позволяет мне расширять мои горизонты, она, значит, видит в этом выгоду. Да, то есть, такие люди, они ничего не делают без какой-то выгоды. То есть, просто так просирать деньги она не даст. Почему с найманами везёт? Потому что ты начинаешь как-то наращивать это всё. Они как будто все читали вот этот самый богатый человек в Вавилоне, потому что книжку запишите просто очень такая. Она старая, ну, в общем, отсылки буду делать. Уровень нормы. Шкала доходов. Здесь я буду писать образно, потому что доходы у всех разные. Вы либо добавляете, либо убираете что-то там. Нам будет всем легче, если мы будем вот так считать. Тысяча долларов. Доход. И твоя задача выкрубнуть вот сюда, куда-то в непонятную десятку. Сегодня в Казахстане 10 тысяч долларов, это сумма такая, которая уже прям хорошо. Тысяча, это, ну, жить можно, но, короче, оно такое, оно всё равно чуть тяжеловато. И из этого мира понимания вытащить вот сюда, вы не поймёте никогда. Кто зарабатывает десятку уже сейчас, добавьте сюда ноли. Здесь сто тысяч, здесь десять. Ну, то есть, ну. Теперь кто уже зарабатывает деньги, или кто уже зарабатывал, все, наверное, делали момент. Смотрите, когда нет денег, и ты стоишь на улице под дождём, и у тебя нет даже зонтика, да? Ты думаешь, бля, если бы у меня были деньги, я бы там, у меня бы хотя бы тусы не промокали. Дорогие туфли, у тебя создаётся устойчивая нейронная связь, что дорогая овь тебе не доступна. Это вообще не для тебя. От этой нейронной связи отходят ещё пять там каких-то веток. И создаются ещё устойчивые связи. Квартира, машина, там, сумка, часы, туфли. А от этой ещё там отходят. Ещё. И создаётся такая, знаете, как сетка рапица в твоём сознании того, чего тебе не дозволено. И вот здесь всё твоё, там, перчатки, там, не знаю, там, мальдивы, уши. Оно всё тебе недоступно. Это психика. Это в голове у тебя просто блокируются. И всё, что не входит в своё миропонимание, ты будешь этого избегать. Вы замечали, что в одной и той же аудитории есть люди, которые говорят, что в Казахстане столько возможностей, и есть люди, которые говорят, что в Казахстане невозможно жить, да? Это же вы же не в разных странах живёте, это же все в одной стране, потому что в голове всё. И вот эту вот нейронную связь для того, чтобы оборвать. Тебе нужно просто взять и что-то себе позволить, и рубануть вот эту вот какую-то центральную, или там не центральную, не совсем центральную вещь. Тебе надо оборвать нейронную вот эту связь. Знаете, когда я слышал просто про нейронную связь, мне казалось, что это такое какое-то абстрактное, что-то вроде энергетики, там, кармы, и ещё какой-то там в фильме психологии, что это физически невозможно на себе ощутить. Но когда рвутся нейронные связи, у тебя по носу триня, у тебя тошнит, верёт, и у тебя голова болит. Ты не можешь ходить, ты физически не можешь ходить, это почти как температура, отравление, я не знаю, это что. Это просто, но редкий извращенец, редкий может найти сам вот этот триггер. Очень редкий, я вам честно, чтобы лишние деньги не тратить, возьмите лучше заплатите коучу за сессию, или там психологу, кого-то найдите, и вам это выйдет дешевле. Тебе будет казаться, что это невозможно и нафиг надо, но это намного дешевле, потому что ты сделаешь это сразу. К чему я? Миропонимание в тысячи долларов, и миропонимание в 10 тысяч долларов, это абсолютно две разные психологии. Абсолютно две разные психологии. Ты же не можешь выйти сразу на этот уровень и купить там себе, я не знаю, ламборджини какую-то. То есть, если ты что-то будешь себе рвать и покупать с этого миропонимания, ты должен взять именно из предметов роскоши, которые тебе кажутся для тебя недоступны. Ты берешь, допустим, тренера, он начинает с тобой разговаривать, и он втаскивает твои зацепы. Где у тебя? Там в университете, допустим, подружка сказала, что у тебя сутка стрёмная, или у тебя там она дырявая, или у тебя там кто-то там посмеялся, туфли не такие, нос кривой, очки не те, еще с волосами что-то не того там. Ну, он найдет. В общем, задача найти. Но ты покупаешь не просто какую-то, там, допустим, я хочу хорошую сумку, там, и вот зацепилась, и ты думаешь, там куплю сумку за 100 долларов, и все это отвязалось. Или там тысяч за 20, да? Ну, то есть, цена, которую уже, в принципе, можно нормальную сумму купить. Но вот эту сумму, вот если мы остановились на сумке, да? Свой месячный, или лучше двухмесячный доход, ты покупаешь за себе сумку. Одну. Не 20 сумок, а одну. И происходит вот этот обрыв неравных связей. Ты, когда переболеешь, и вывод очень плохо, ты потом увидишь вот эту сумму, где она. Ты только потом увидишь вот это. Вот этот пресловутый выход из зоны комфорта, там, вы... Я бы, знаете, не советовал бы каждый раз выходить из зоны комфорта, но хотя бы один раз в полтора, в два года, ну, вот эту вещь, вот эту безвращенскую делайте. Знаете, что самое страшное? Не вот этот шаг. Второй шаг, очень дорогой потом. Второй шаг, он будет в 15, в 10 раз дороже, чем первый. И это, оказывается, задалось еще болезненнее, чем предыдущий. Ну, если ты хочешь постоянного роста, раз в полтора, в два года сидим вот это срываем. Можно чаще. Есть люди, которые делают это чаще, но, мне кажется, это психика изнашивается сильно. Ну, как-то надо закрепиться, и потом утвердиться, и потом опять рвать. Можно, конечно, бежать впереди паровоз, и все деньги, которые зарабатываешь, вот, ну, себе на разрешу баллонов туда закидывать. Ну, порвал, успокойся, посиди в этом. И поживи, утвердись, и в этом статусе закрепись. Дойдешь до сюда, поживешь полгода, позарабатываешь по 10 тысяч, дальше рви себе мозг. Ну, каждый раз, ну, аккуратнее просто. Это, ну, действительно, это прям болезнь. Так расширяются планочки. Есть такой момент, сейчас мы дойдем. Так, а если человек, например, зарабатывал 10 тысяч долларов, то есть он приводит, ну, не благодаря, скажем, 10 долларов. И забрали потом. А потом, ну, нет вот этого, то есть, скажем так, он тратит легко деньги. А вот нет вот этого потока, конечно. Ты не сможешь тратить легко деньги, потому что они в какой-то момент кончатся. Нет, я имею в виду, то есть, ну, как я в 10 тысяч, условно говоря, я зарабатывал, условно, 10 тысяч долларов в 10. Да в день мог заработать 10 тысяч долларов. И так же истратить, 50 в казино оставить. Сейчас зарабатываю, например, 500 долларов. Так же легко могу с ними расстаться. То есть у меня вообще нет в этом отношения никаких вот таких вот вещей. А дети? Чего дети? Не, ну, дети, там, семья, я не знаю, как-то. Смотрите, если вы всего зарабатываете 500 и тратите легко 500, а дети там что едят? Нет, я имею в виду, что... То есть вот это... Отношение не гордится. Да, вот это не роды с Эльзи, то, что там я какую-то боюсь потрачить. Ты когда вот сюда вышел, ты один раз уже себе порвал. Да? Второй раз разогонять, вот... Сейчас мы вернемся туда. Смотрите, если ты сюда выпрыгнул, и потом у тебя забрали, это эго твое. Деньги забирают, когда у тебя включается твоя гордыня. Как еще? Эго, гордыня. Деньги начинают забирать, вот у тебя все хорошо, дела идут вверх, в гору все идет, и потом, как только у тебя включается гордыня, у тебя начинают отматывать все обратно. Ты можешь, конечно, пытаться поддерживать свой образ жизни, но все равно будешь потихоньку-потихоньку сужаться. То есть надо подавить... Гордыню подаешь, ты опять выскочишь. То есть... Неронные связи... Вот смотри, вот нейронные связи, то, что... Сейчас, подожди. Вот то, что я говорю про нейронные связи, и вот это для 90% населения, это кто ни разу не открывал свой бизнес, кто ничего... Ну вот, кто только начинает. Это вот для них. То уже вот здесь, это уже борьба с эгом. Смотрите, ты себе вот сумку взяла, да? Сначала будет непринятие, тебе будет ничего с ней ходить, ты каждую царапину будешь считать там, что ты... Будет прям неприятно, да? Или то, не дай бог, на ступе ты поставила, это вообще будет истерика просто. Потому что ты эту вещь еще не принял. Потом в какой-то момент придет принятие, через какое-то время приходит равнодушие. Тебе кажется, что это просто сумка. И ты ее швыряешь, как обычно, и пинаешь там, уберите, да? Но тебе все равно уже. То есть, вещь практически теряет ценность. У меня, во всем этом случае, через полгода после вот таких извращенских вещей включается гордыня. Я начинаю потом людей делить там часами, сумками, обувью или еще какую-то фигню. Как только у меня это включается, начинаю в себе это подавлять. Прорабатывая, да? Что все люди одинаковые, что дело не в вещах, не в деньгах. Независимо, сколько ты зарабатываешь, все люди хорошие. То есть, это нужно себе потом в голову вбивать, потому что в какой-то момент ты начинаешь со всеми говорить свысока. Сверху вниз, поучая, тебя никто не спрашивает, ты начинаешь вглубь вбивать своим. А есть еще? Например, если вы, грубо говоря, есть какие-то академические знания. То есть, условно говоря, вот какой-то коуч, да? Зубы там разбирались, но увидишь, что человек тупой, какие-то, да? И пусть остается там, где есть. А если это твоя профессия, ты должен...